Москва не столица. Нижний Новгород в этом году, новогодняя столица России. Нижний Новгород – город, куда очень красиво приехать зимой. Все в снегу, легкий мороз, Волга подо льдом и величественный Кремль на холме. Ну а ближайшие новогодние каникулы наверняка станут самыми яркими и сверкающими за всю историю. Новогодняя столица весьма такой громкий статус. Я думаю, что уже многие туристы о нем слышали, а вот местные не все в курсе. Например, таксист, который вез с железнодорожного вокзала, узнал от нас. Можно не знать о столичных полномочиях, но не заметить масштабные декорации просто невозможно. Все сверкает со всех сторон. Нижний Новгород, как говорится, раскошелился на праздник и стал самой дорогой новогодней столицей в стране. Тут потратили 327 миллионов рублей, чтобы всем было красиво. Калуга год назад выделила лишь 69 миллионов рублей. Ну, тут, конечно, сравнивать в лоб нельзя. Нижний все-таки миллионник и еще и столица Приволжья. Давайте посмотрим, что почем. Для тех, кто любит цифры, нашла вот такие данные. Около 100 миллионов ушло на покупку новых декораций. Примерно 27 миллионов на ремонт старых. В 100 миллионов обойдется каток в парке Швейцария и праздничные программы в районах. Мультимедийное шоу на башнях Кремля оценили в 20 миллионов. Ну и дальше по мелочи. 2,5 миллиона на световые декорации в парках. 570 тысяч потратят на фотозоны. Не так дорого обошлись елки. Всего лишь 760 тысяч. Большая Покровская. Главное пешеходное всегда. И главное новогоднее сейчас. Самое красивое, наверное, самое яркое. Тут такой потолок из гирлянд. Очень красиво украшены магазины и все какие-то рестораны. Тем не менее, пока что увидеть всю красоту в Нижнем Новгороде у нас не получится. Потому что основные мероприятия, основной праздник тут начнется 24 декабря. Хотя, как новогодняя столица, город живет с 11 декабря. С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю! Пусть в Новом году все подарки к вам придут! Вы принесете? О, какая рифма! Я вот уже несу! Еще пару адресов перед вами и все, вы следующие! Символом фестиваля будет снежинка. Тут придумали свою историю, новую легенду. Вполне возможно, что через несколько лет она станет одной из добрых новогодних сказок. Ну, в общем, суть такая. Существовала некая фабрика снежинок. И штамповали там их одинаковые, никакого творчества. Но нижегородец Ваня Мечтатель все изменил. Он уговорил владельца делать разные снежинки, интересные. Вот теперь они кружат по всему миру. Ну, и действительно, двух одинаковых снежинок, наверное, не найти. Ну, а фабрика стала волшебной кузницей. Не зря тут стоит трамвай номер два. Это трамвай, который идет по историческому центру. И если в него сесть, то можно проехать по всем самым красивым местам. У тех, кто уже был в Нижнем Новгороде, наверняка сейчас возникает вопрос. А где вообще люди? Большая Покровская так не выглядит. Ну, потому что в основном мы сюда приезжаем на выходные, сюда погулять. Но сейчас будний день, поэтому не так много людей. И это здорово, потому что можно спокойно все поснимать. Кремль станет новогодним центром притяжения 29 декабря. Тогда стены башен превратятся в экран для светового шоу. Но и обещают тут интерактивы с актерами, иммерсивное путешествие в ту самую кузницу снежинок. Площадь Горького – это тоже будет одной из центральных площадок новогодней столицы Нижний Новгород. А еще это одна из локаций новогоднего фестиваля Горьковская елка. И вот посмотрите, какая в этом году Горьковская елка. Очень красивая такая, сияет просто миллионом огоньков. И, кстати, интересно, что вечером, ночью она смотрится гораздо лучше, чем днем. Потому что там такой полупрозрачный каркас, за счет чего и создается, видимо, вот этот вот эффект сияния. В общем, смотреть как импрессионистов. Ну, а в целом Горьковская площадь с 25 декабря превратится в ярмарочную. Тут будут различные фестивальные мероприятия. Пока же здесь только воодушевляющие, мотивирующие надписи. Учись у всех, не подражай никому. Талант – это вера в себя, в свою силу. И так далее. Нижний Новгород – очень холмистый город. И благодаря этому в центре города тут нет такой суперплотной застройки. То есть мы гуляли по Большой Покровской и немножечко спускаемся вниз. Тут вот просто целый холм, который превратили в парк. Вот эти все огоньки, там тропинки, лесенки, качели. Тут можно гулять. То есть ты можешь погулять в городе, можешь погулять вот здесь, на берегу реки. А там внизу снова исторический центр, если можно так сказать. Как минимум, квартал исторической архитектуры. Мы, конечно, давно были в Нижнем Новгороде, еще даже чемпионата мира. И тут очень много всего понастроили и тогда. И теперь, в этом году, это юбилейный год для города, 800 лет ему. Вот это место, это тоже новое. Смотрите, какая тут штука есть. Это не просто подсвечиваемая линейка. Это измеритель качества воздуха. Если датчик не сломан, то воздух экстремально загрязнен. Нижний Новгород вообще хорошее направление для путешествий зимой. Тут красиво. Белый снег, архитектура. Красный Кремль с башнями на холме. Такой величественный. Кажется, что городу очень идут все эти морозные оттенки. Ну и тут есть музеи, галереи, рестораны. В общем, будет где согреться между экскурсиями и фотосессиями. Ну а когда приезжаешь в Нижний Новгород первый раз, то идешь на Большую Покровскую, в Кремль, на Рождественскую. Если время позволяет, местные гиды рекомендуют еще погулять по Верхневолжской набережной до Нового Колеса Обозрения, добраться до Стрелки и Александра Невского собора, а еще заглянуть в деревянный квартал Студеная Короленко. Хорошая идея заказать экскурсию по стрит-арту. Тут проходил фестиваль уличного искусства, и на его сайте можно посмотреть какие-то локации. Улица Рождественская, и мы сюда попали уже достаточно поздно. Кажется, что тут жизни нет, на самом деле она тут очень даже и есть, потому что тут много ресторанов, какие-то музеи, тут всегда туристы и экскурсионные группы гуляют. Ну а я хотела отметить интересный момент. Вот мы сейчас практически у реки находимся, и Большая Покровская, с которой мы сюда шли, она существенно выше нас по высоте. У меня вообще возникло ощущение, как знаете, в горах перепад высот вот такой. Ну, Паша говорит, что я преувеличиваю, но мы тут как бы люди разные, и у каждого свое впечатление. Но эта улица тоже очень красивая, тут тоже потрясающая архитектура интересная. Ну и отсюда всего несколько шагов до Волги. Не был в Нижнем Новгороде, если не поднимался по Чкаловской лестнице. Ну что, будем? 57, 58, 59, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169. Тренировка дикции на морозе, а еще когда считаешь ступеньки, то у этого всего появляются дополнительные смыслы. 433, 434, 435, 36, 37, 438 ступенек мы насчитали. Рассказывайте, сколько получилось у вас, и рассказывайте, гуглили или сами побывали в Нижнем Новгороде. Нижегородская ярмарка, еще один исторический центр города, торговый. Издавна тут торговали, потому что две крупные реки, и понятно, что привозили разные товары из разных частей страны и даже мира. Ярмарка в Нижнем Новгороде в свое время была самой крупной в Российской империи. Она находилась в разных местах, была когда-то деревянной, ну там временные строения были. И когда случился пожар, все это сгорело, император даже отложил реставрацию и какие-то строительные работы в Зимнем Дворце и направил все деньги сюда, чтобы построить новое грандиозное здание. Ну и сейчас тут тоже проходят выставки, приезжают люди со всего мира. Ну а в новогодней столице России Нижегородская ярмарка будет практически Красной площадью. Именно тут основная главная площадка праздника официально откроется 24 декабря и планируется елочный маркет, каток, карусель, музыка, театральные шоу. Конечно же много вкусной еды и еще резиденция Деда Мороза расположится именно здесь. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что ярмарка будет. Тут уже монтируют домики как раз. И, кстати, очень симпатично это все выглядит. Появится, судя по всему, такой целый торговый городок. Что я отметила в новогоднем декоре Нижнего Новгорода, такого особенного. Тут очень много живых елей, которые украсили. И выглядит это очень здорово. Нижегородская ярмарка станет эпицентром новогодней ночи. Причем не только для Нижнего Новгорода, но и для всей страны, получается, раз уж Нижний Новгород новогодняя столица России. Ну а тут планируют грандиозное шоу с музыкой, театрализованными представлениями, мастер-классами, всякими активностями. И, конечно же, грандиозным фейерверком в полночь.